Дни поздней осени бронят обыкновенно, но мне она мила, мой телезритель дорогой, красою тихою, блистающей смиренно. Я люблю осень, хотя и не люблю холод, но зато именно в это время природа напоминает мне, насколько важно ценить тепло. И не только, ценить любимых и дарить им по возможности солнечное настроение при любой погоде. Завершающая неделя октября покажет нам все прелести осени, от порывистого ветра до мокрого снега. Но несмотря ни на что, пусть вас согревают теплые домашние вечера и объятия любящих людей. Желаем вам неиссякаемого солнечного настроения и крепкого здоровья. Если у вас светлые мысли, даже самая ненастная погода не сможет их обращить. Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение. Осень, она в душе человека, как и весна, лето, любой сезон, любая погода. И поэтому одному и тому же дождю кто-то с радостью и предчувствием очищения подставит в свои руки, а другой тяжело нахмурится, смахнет случайный ручей свою печаль и потуже затянет плащ. В такую погоду не помешает надеть кофту и кожаную куртку. А если появится желание почувствовать настоящее тепло, нужно сохранять в душе солнечное настроение и делиться им с любимыми. Как говорил немецкий писатель Эрих Мари Ремарк, в дождевую погоду не грех сделать что-нибудь для своего образования. Как говорил американский журналист Фрэнк Хаббард, не броните погоду. Если бы она не менялась, 9 человек из 10 не смогли бы начать ни одного разговора. Плохой погоды нет, есть плохо подобранная одежда. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, и ее надо благодарно принимать. Не ждите подарков от природы и судьбы, делайте солнечную погоду в душе сами и делитесь ею. Как говорил русский писатель Евгений Замятин, в октябре, когда листья уже пожелкли, пожухли, сникли, бывают синеглазые дни, запрокинуть голову в такой день, чтобы не видеть земли, и можно поверить, еще радость, еще лето. Как писал американский поэт Уильям Брайант, осень последняя, самая восхитительная улыбка года. Как говорила канадская писательница Люси Монгомори, я так рада, что живу в мире, где есть октябрь. Зачем переживать из-за того, что мы не в силах изменить? Можно принять ситуацию такой, какая она есть. Не пытаться изменить погоду, а просто хорошо одеваться по погоде и сохранять солнечное настроение. Всего вам доброго и до новых встреч на нашем телеканале. Как говорил американский писатель Рэй Брэдбери, октябрь, боже мой, любимый месяц, готов его поедать, вдыхать, тягивать запахи. Ах, это мятежный и печальный месяц. Кстати, после дождя приходит вдохновение. Как отмечал русский драматург Антон Чехов, пахнет осенью. А я люблю русскую осень, что-то необыкновенно грустное, приветливое, красивое. Как говорил автор романа «Великие Гетсби» Фрэнсис Котт Фиджеральд, с первым осенним холодком жизнь начинается сначала. Как писал русский поэт Александр Пушкин, «С каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод, Привычкам бытия вновь чувствую любовь. В нашей грусти не осень виновата, А лишь отсутствие в душе тепла и солнечного настроения». Процитирую отрывок из поэмы Евгения Онегин, русского поэта Александра Пушкина. «Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало, Короче становился день, Лисо в таинственной осень И с печальным шумом обнажалась, Довольно скучная пора, Стоял ноябрь уш у двора. Осень, унылая пора, Още очарование. То время года, Когда нам следует согревать друг друга Своими словами, Своими чувствами, делами. И тогда никаких холода Нам не будут страшны. Изменения в природе происходят год от года. Я вам скажу следующее. Это очень важно. Почувствовать и принять погоду друг друга. У нас у всех она разная. Один живет в вечной осени С равномерными безучастными дождями. Другой, в удовлетворяющей весне, Где после дождливого дня наступает солнечный. Лучше с самого начала Принять погоду любимого человека И создать один на двоих общий климат. Так отмечал азербайджанский писатель Эльчин Сафарли. «Я люблю осень, напряжение, Рык золотого льва на задорках года, Потрясающего гривой листвы, Опасное время, Буйная ярость и обманчивое затишье, Фейерверк в руках и каштаны в кулаке, Белый снег, Он напоминает нам о том, Что мы сами раскрашиваем свою жизнь. Ноябрь. Нам не погулять. То жжет мороз, то ветер плачет. Как говорил американский актер Джим Хэнсон, Дождь самое главное на земле. Он помогает смыть старую жизнь и начать новую. Помните, осень может стать теплее лета, Когда душа в солнечное настроение одета. Как писал советский поэт Роберт Рождественский, А твоего солнца хватит на 10 Африк, А твоего холода на несколько Антарктид. Осень – торжество последней красоты засыпающей природы. Осень учит нас смирению. Холодный атмосферный фронт резко похолодает. Как писал русский поэт Николай Некрасов, За унывный ветер гонит, Стая туч на край небес, Ель надломленная стонет, Глухо шепчет темный лес. Как говорил немецкий философ Фридрих Ницше, Заметьте, осень – больше сезон для души, Нежели природа. Самое лучшее в ноябре – это домашнее тепло. Летом оно есть, но ощущается по-другому. То снег, то дождь, то снова снег, Все спорят, не договорятся. Типичный 21 век. Не быть, а скорее казаться. А как писала Анна Ахматова, Заплаканная осень, как вдова, В одеждах черных все сердца туманит, Перебирая мужнины слова, Она рыдать не перестанет. И будет так, пока тишайший снег Не жалится над скорбной и усталой. Забвение боли и забвение нег. За это жизнь отдать немало. Доброе слово человеку, что дождь в засуху. Меняется погода за окном, Но неизменным остается одно. Душевное тепло и солнечное настроение. Пусть в любую погоду вам будет с кем им поделиться. Счастье должно быть настоящим. Цветы без повода. Дом уютным, любовь взаимной. Погода, а без разницы какая погода. Вот и подошла к нам эта чудесная зима. Но она становится сказкой только для тех, Кто не растерял веры в чудеса. Как говорится, погода зимняя, Тоска осенняя, желания летние. Вот север тучи нагоняя, Дохнул, завыл, и вот сама идет волшебница зима. За окном зимний, пейзаж, А на календаре все еще осень. День хорошим делают не погода, а люди. Главнее всего погода в доме, А все другое суета. Стоишь, вдыхаешь морозный, освежающий, Колючий воздух, и на душе так тихо. Это осень. Осень – добрая пора. А холодная специально, чтобы люди больше обнимались, И дарили друг другу душевное тепло. Если бы не было зимы, Весна не казалась бы нам такой прекрасной. Осенью хорошо начинать. Медитировать, вышивать, создавать свой блог. Да все что угодно. Узнавать новое, думать о счастье, Создавать счастье. Слушать тишину внутри себя и снаружи. Слушать осень и своих близких людей. Обязательно книги. Слушать и слышать. Мы желаем вам солнечного настроения при любой погоде. Смотрите наш телеканал. До скорых встреч.